Здравствуйте! Это программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Кролева. Сегодня повестка дня. Прививочная кампания в Тверской области. Вакцинация началась в декабре 2020 года. Первыми вакцину получили медики, работающие в красной зоне, затем педагоги и социальные работники. На сегодняшний день в Тверской области прививки получили более тысячи человек. Напомним, что прививают препаратом «Спутник В». А помимо «Спутника» есть еще вторая вакцина. В чем их сходство различий и вообще о действии вакцины поговорим сегодня в студии. Мои собеседники сегодня. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Сергеевич Раздорский. Здравствуйте! Руководитель службы анестезиологии и реанимации областной клинической больницы Максим Александрович Петрошин. Здравствуйте! Главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Тверской области, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Тверского государственного медицинского университета Аркадий Борисович Лебедев. Добрый день! Итак, наверное, начнем со статистики. Сколько человек привито на сегодняшний день? Много ли желающих, записавшихся? Да, Валерия, на сегодняшний день вакцинация продолжается и в соответствии с поручением президента Российской Федерации мы переходим к массовой вакцинации населения. Но с учетом тех приоритетов, которые для нас определил Минздрав России в своем приказе. Определены три уровня приоритетности по группам риска. Соответственно, к первому уровню у нас традиционно относятся лица, подверженные наибольшему риску заражения. Это работники учреждений здравоохранения, образования, социальных учреждений, это лица с хроническими заболеваниями и лица в возрасте старше 60 лет. При этом мы говорим лишь о приоритетности, но, как я уже сказал, переходим к массовой вакцинации. На сегодняшний день в Тверской области привито более 1800 человек, и этот показатель ежедневно будет увеличиваться. Сейчас работают прививочные пункты в городе Тверь и в Вышнем Волочке. На сегодняшний день их пять функционируют, и уже с понедельника добавятся еще три пункта. Два в муниципальных образованиях в городе Ржев и в городе Кимры, и, соответственно, один в городе Тверь. Центр вакцинации будет открыт на базе Центра специализированных медицинской помощи имени Аваева. Что касается дальнейшей перспективы, то планируется определенная этапность открытия прививочных кабинетов, которые будут осуществлять вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Таким образом, для того, чтобы выполнить поручение президента и охватить профилактическими прививками против новой коронавирусной инфекции не менее 60% взрослого населения Тверской области, мы планируем открыть прививочные кабинеты практически во всех медицинских учреждениях города Твери и Тверской области, которые имеют возможность осуществлять вакцинопрофилактику как таковую. Для этого закупается необходимое оборудование для хранения вакцины, для транспортировки вакцины, потому что в соответствии с инструкцией есть определенные особенности ее транспортировки и хранения. Это происходит в замороженном виде при температуре минус 18 градусов и ниже, что требует определенных условий. Поэтому сейчас в Тверской области обеспечивается готовность к тому, чтобы принимать большие объемы вакцины, поступающие за счет средств федерального бюджета, и распределять ему для того, чтобы вакцинация шла достаточно высокими темпами. Напомню, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции абсолютно бесплатна для граждан Российской Федерации. Надо еще отметить, что прививочные кабинеты работали в период новогодних каникул, они начали работать с 4 января, насколько я помню. Да, безусловно, новогодние праздники не стали исключением, и как и остальные медучреждения, прививочные кабинеты работали в штатном режиме, начиная с 4 января и за период с 4 по 11 января было привито более 300 человек. То есть это тоже показатель, и эти цифры с каждым днем будут все больше увеличиваться, потому что наша задача предупредить заболевание, наша задача прекратить распространение инфекции, а это можно сделать только посредством специфической профилактики, коей является вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Максим Александрович, Вы непосредственно работаете в красной зоне. Расскажите вообще, в принципе, о течении болезни этой, кто ей подвержен чаще всего, как она протекает. Ну, по большому счету, ничего не изменилось с марта месяца, когда мы впервые столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, за исключением только, если раньше мы можем говорить, что стали заболевать больше молодых людей. Если раньше мы говорили, что основной возраст заболевших – это 65+, лица старше 70 лет, это лица сопутствующих хронической патологии, то сейчас мы наблюдаем, что наибольшее количество заболевших – это мужчины и женщины в возрасте где-то от 40 лет. И течение протекает, наверное, более фульминатно и более тяжело. Также особая группа риска – это пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легочной системы. Это особая группа риска, которые, конечно, как и сказал Александр Сергеевич, они требуют как можно быстрой иммунопрофилактики. А так, по большому счету, глобально каких-то изменений у нас не произошло. Еще стоит отметить, что коронавирус вызывает осложнения? Коронавирусная инфекция – это та инфекция, которая поражает не только легкие, но и все ткани и органы нашего организма. Страдают легкие в первую очередь, потому что, наверное, дыхательную недостаточность – это те симптомы, которые человек, прежде всего, замечает, что ему тяжелее дышать. Также страдает сердце. Мы видим большое количество инфарктов миокарда у этих пациентов, тромбоэмболические осложнения, повреждения печени, селезенки и почек. Мы можем говорить, что нет ни одного органа в нашей системе, который не повреждает коронавирусную инфекцию. И это ни в коем случае не надо расценивать как какая-то пневмония или пневмонит вирусный. Это инфекция, которая вызывает тяжелое мультиорганное поражение всего организма. Аркадий Борисович, расскажите немного, как действуют вообще вакцины во спутниках ВИИ. Во-первых, существует более четырех направлений в синтезе новых вакцин. Основные – это живые инактивированные вакцины, содержащие подавленный вирус, который не способен вызывать заболевания, но тем не менее стимулирует иммунный ответ. Вторая группа вакцин – это вакцины, в которых используется либо часть белка, фрагменты белка, либо используется фрагмент белковой оболочки вируса, который стимулирует в организме подобие заболевания, и за счет этого идет стимуляция выработки белков, ответственных за подавление, проникновение нового вируса в организм. Третья – это как раз-таки векторные вакцины. Особенность векторных вакцин состоит в том, что здесь имеется генноинженерный вирус, который при поступлении в организм стимулирует выработку белка коронавируса, в ответ на что идет стимуляция иммунной системы. И четвертое направление – это самоперспективность считается, это когда используются генноинженерные ДНК, либо РНК вирусов, при попадании в организм опять же идет стимуляция выработки белков, и в последующем при повторном проникновении вируса идет активное подавление его. Причем РНК, ДНК, содержащие вакцины, они стимулируют как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Но это за счет выработки антител. И второй момент – это стимуляция Т-лимфоцитарного звена. В ответ на что мы говорим, что если гуморальный иммунитет сохраняется непродолжительное время, по мнению ученых, это от 5 до 7 месяцев в среднем, то клеточный иммунитет сохраняется длительные годы. То есть основное предназначение Т-лимфоцитаров – это уничтожение тех микробных и вирусных агентов, которые попадают в организм. Ну и если говорить о вакцинах, то, что имеется в разработке, которые используются, это Вектор Ви, спутник Ви, вернее, то, соответственно, это на основе аденовируса геноинженерной полученная вакцина. И вторая перспективная вакцина – это НИИ Чумакова, разработка эпилаккорона. В чем особенность эпилаккороны? То, что если мы говорим о векторных вакцинах, то неизвестно, какая субъединица способна вызвать заболевание, то вакцина от Чумакова, она содержит в себе инактивированный вирус, то есть целиковая частица, которая будет вызывать иммунный ответ. Вот, наверное, это основные особенности. И причем, если векторная вакцина, она двукратно вводится, потому что изначально вводится первая часть, которая приводит к стимуляции иммунитета, как бы тренировка иммунитета идет после первой вакцины, после второй вакцины, это через 21 день после введения. Другая субъединица вводится, и в ответ на что идет мощный иммунный ответ. Сейчас пришло время прерваться на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Сема дня». Мы продолжаем обсуждать тему вакцинации в Тверской области. Перед выходом на рекламу мы поговорили о препарате, да, спутник ВИИ, и немного сказали про эпивакорону. И население интересует такой вопрос, да, как побочные явления. И вообще, когда эта вакцина начнет работать. Как Вы уже сказали, вводится она дважды, с интервалом в 21 день. И хотелось бы узнать, да, вообще, в принципе, про побочные явления. Ну, побочные явления, основные, которые можно прогнозировать, это, так как чужеродное вещество вводится в организм, это возникновение воспалительной реакции. Воспалительная реакция чаще всего проявляется в виде подъема температуры. Могут появиться головные боли, могут появиться какие-то, не знаю, мышечные боли, может появиться боль в месте инъекции, потому что делается в предпилище достаточно глубоко в мышце, поэтому травмирование. Это вот, наверное, основные проявления, то, что могут быть. Максим Александрович, Вы как-то в интервью моим коллегам поделились, что Вы одним из первых в Турской области появились. Это было, если не ошибаюсь, в октябре. Расскажите Вы о Ваших ощущениях. Ну, как коллеги сказали, были такие вот небольшие явления остыния, была слабость, подъема температуры не наблюдал, хотя специально ради интереса взял градусник, термометрию проводил, наверное, каждый час. Была боль в области инъекции, в области плеча, и слабость на следующий день, но через сутки все абсолютно купировалось, и даже как-то не заметило. Но это вот исходя из моих собственных наблюдений, как бы и вот знакомые, кто появились, они переносили так же. А после второй инъекции повторные, ну, вообще никаких ощущений не было. Ну, то есть пришел, сделали инъекцию, даже не заметил. Ну, плечо поболело там пару часиков, и все. А вот впоследствии, да, все-таки время уже какое-то прошло, можно уже говорить об антителах? Ну, там надо смотреть не обычные антитела, которые мы смотрим в рутинной практике, а напряженность иммунного ответа, это поверхностного нуклеокапсида из белков, как я понимаю, но хотя я интенсивист, я не иммунолог, это очин Александра Сергеевича, но смотрите, я работаю с пациентами с новой коронавирусной инфекцией с марта, апреля месяца, каждый день рутинные обходы и командировки по всей области, я не заболел. А у нас есть звоночек, алло, здравствуйте. 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 Знаете, у меня вот как вопрос, вроде как бы вакцина и хочется, и колется, да, но при этом смотришь на информацию, в средствах массовой информации по поводу вакцины Pfizer, что в Норвегии, что в каких-то других странах, что люди после ввода этой вакцины, ну, естественно, медики будут еще разбираться, как бы последствия вакцины, повлияло на то, что люди отошли из мира иной или нет. Вот по поводу спутник ВИИ, все живы, все здоровы, все хорошо? Спасибо за вопрос. Да, ну здесь я, наверное, прокомментирую нашему зрителю. Что касается вакцины спутник ВИИ, то на сегодняшний день из числа лиц, которые были привиты, которые получили полный курс этой вакцины, не было зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения. То есть мы можем говорить о поствакцинальных реакциях и поствакцинальных осложнениях. Реакция – это совершенно нормальный ответ организма на введение чужеродного вещества, как сказал Аркадий Борисович. Да, это легкий гриппоподобный синдром, который купируется в течение 24 часов после инъекции без применения каких-либо специальных медикаментов. А вот что касается поствакцинальных осложнений, которые мы видим в ряде европейских стран и в Соединенных Штатах Америки, которые развиваются на введение импортной вакцины, то здесь, конечно, медики будут разбираться. Но я хочу отметить, что технология, по которой изготавливается наша отечественная векторная вакцина «Спутник В», она отработана была еще несколько назад институтом Гамалеи при производстве векторной вакцины против лихорадки Эбола, которая применялась в странах Западной Африки и достаточно успешно. То есть этот вектор опробирован, он безопасен. И вот, как я уже сказал, из тех, кто привился в Тверской области, а таких уже более 1800 человек, ни одного поствакцинального осложнения зарегистрировано не было. Но в любом случае тот, кто планирует сделать эту прививку, должен обязательно проконсультироваться к врачам, потому что каждой вакцинации предшествует обязательный осмотр врача-терапевта на предмет выявления медицинских отводов или возможных противопоказаний. Таким образом, да, мы говорим о необходимости вакцинации, массовой вакцинации, с учетом тех приоритетов, которые обозначены Минздравом, а именно групп риска в первую очередь. Но по большому счету вакцину может сделать любой человек в возрасте старше 18 лет, если у него нет острых инфекционных или обострения хронических заболеваний, и, соответственно, у него нет каких-либо данных о том, что может развиться тяжелая аллергия, то есть наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе. Даже люди с иммунокомпрометированным статусом могут прививаться вакциной, но в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход, если имеются какого рода хронические сопутствующие заболевания. Надо еще сказать, что все-таки реакция у каждого индивидуальная. Я по своему опыту могу сказать, что, допустим, у меня были скачки температуры после первой прививки, какие-то признаки ОРВИ, но они как-то друг за другом прошли, и на этом все закончилось. А после второй, собственно, не было ничего. И учитывая то, что я аллергик, мне порекомендовали за сутки пропить какие-то противогистаминные, и на этом ничего и не случилось, слава богу. И вопрос такой, нужно ли прививаться, да, тоже многих интересует, тем, кто переболел. Да, прививаться нужно, и инструкция, которая разработана Министерством здравоохранения, говорит нам о том, что рассматривать возможность вакцинации для переболевших коронавирусом стоит не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания при условии обследования таких людей на наличие антител к коронавирусной инфекции. То есть, о чем это говорит? Не нужно обследоваться на антитела массово всем людям. Речь идет только об определенных категориях, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И дабы оценить состояние иммунитета после перенесенного заболевания, а также исключить бессимптомное носительство вируса, необходимо пройти обследование либо методом ПЦР, то есть, когда отбираются мазки, либо методом иммуноферментного анализа для определения вирусоспецифичных антител. А вообще после перенесения заболевания намного ли иммунитета хватает? Ученые отечественные говорят о том, что иммунитет после перенесенного заболевания, как, собственно говоря, при любых других острых респираторных и вирусных инфекциях, при новой коронавирусной инфекции, относительно нестойкий. И даже после перенесенного заболевания иммунитет может пропадать уже к 4-5 месяцу. Поэтому в данной ситуации вакцинация от новой коронавирусной является единственным, специфическим, эффективным способом профилактики возникновения коронавирусной инфекции, вызванной вот этим вирусом SARS-CoV-2. Несмотря на то, что мы всегда говорим, что само заболевание, как правило, вызывает развитие более стойкой иммунной реакции и более стойкого иммунитета в данной ситуации, мы говорим о том, что вакцинация является более эффективной. Не зря подразумевается необходимость введения двух компонентов вакцины, потому что первый компонент вводит чужеродный белок, на который организм вырабатывает антитела и стимулирует в том числе и клеточный иммунитет. А второй компонент вакцины обладает таким буст-эффектом, действует как усилитель для того, чтобы иммунный ответ с одной стороны усилить, а с другой стороны закрепить. И по заявлению производителей, как говорил академик Гинсбург, директор института Гамалея, иммунитет после прививки спутник В сохраняется до двух лет. Этого вполне достаточно для того, чтобы повлиять на эпидемический процесс в обществе и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Аркадий Валерьевич, а вот эпиваккорону, иммунитет она даст такой же или все-таки он будет покороче? Здесь говорить о том, насколько продолжительный будет иммунитет, это преждевременно. Почему? Потому что нет еще массового испытания этой вакцины. И говорить о том, насколько будет более стойкий иммунитет, это совершенно неправомочно. То есть после определенных испытаний, после участия достаточно большого количества людей, можно будет говорить, насколько будет эффективнее иммунитет, стойче, продолжительнее и так далее. Она вообще будет рассчитана на какую категорию людей? Говорить о том, какая категория людей, можно говорить только лишь о том, что, как Александр Сергеевич сказал, вакцинация возможна для людей старше 18 лет. Пока нет понятия о возрастном цензе для данной вакцины. И, наверное, на этом остановимся. Александр Сергеевич, сейчас все-таки количество заболеваний стало поменьше, судя по статистике. Можно ли сказать, что это результат может быть вакцинации? Или еще пока результат вакцинации пока еще мы не можем пока увидеть? Нет, мы пока не можем говорить о влиянии вакцинации на уровень заболеваемости, коронавирусной инфекции, потому что охват вакцинации еще недостаточно велик. То есть даже постинфекционный иммунитет, то есть иммунитет у лиц, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, с одной стороны мы говорим, что он нестойкий, а с другой стороны мы говорим, что таких людей еще недостаточно много, которые имеют иммунитет к коронавирусу для того, чтобы эффективно воздействовать на эпид-процесс. Поэтому те явления, которые мы регистрируем на сегодняшний день и видим динамику заболеваемости, они скорее связаны с теми ограничительными мероприятиями, с теми профилактическими, неспецифическими мероприятиями, которые на сегодняшний день предпринимаются и проводятся и в России, и в Тверской области. Мы видим некоторое снижение после новогодних праздников. С чем это связано? Это связано с тем, что дети не посещали школу, с тем, что активность населения несколько упала, ввиду того, что все-таки люди находились большее время дома и не посещали мест массового скопления людей, больше находились, может быть, на свежем воздухе. При этом сегодня мы видим, что все-таки большинство у нас соблюдает и масочный режим, и социальную дистанцию, и не забывает о правилах личной гигиени, в первую очередь о гигиене рук. Все это так или иначе влияет на эпид-процесс. Эффект от вакцинации мы сможем оценить, когда охват профилактическими прививками будет достаточно большой и будет приближаться к 50-60%. Кроме того, мы все-таки понимаем, что коронавирусная инфекция постепенно перейдет в разряд сезонных инфекций, опять же, при условии проведения вакцинации. И так или иначе ожидаем снижения заболеваемости к концу эпидемического сезона, то есть конец февраля-марта месяца. Александр Сергеевич, а сейчас все говорят о новом штамме так называемого британского коронавируса. Может быть, о нем немного скажете? Настолько ли он страшен? Да, новый штамм, его появление вполне ожидаемо, как и любые другие мутации, которые находят ученые в структуре вирусов. В Российской Федерации еще в июне 2020 года ученые находили ряд определенных мутаций, которые не имели никакой эпидемиологической значимости, не влияли ни на патогенность вируса, ни на его вирулентность. Сейчас британские ученые заявляют о том, что британский штамм, который нашли в Соединенном Королевстве, обладает более высокой заразностью, чуть ли не на 70%, но эти факты еще требуют проверки, корректировки. И, конечно, да, мутации возможны. Это нормальная жизнедеятельность вирусов. Тот же самый вирус гриппа обладает колоссально высоким потенциалом к мутациям. Что касается коронавируса, то потенциал не настолько высок, и поэтому каждый конкретный случай, он отслеживается, выявляется. Каждая мутация заносится в Генбанк. И ученые уже анализируют, как те или иные изменения вируса влияют на эпидемический процесс. Но мы сейчас понимаем все закономерности распространения инфекции. И те меры, которые выработаны в Российской Федерации, действуют на сегодняшний день, они эффективны и позволяют эффективно управлять эпидемией и противостоять дальнейшему распространению инфекции. Потому что, если бы этого не было, ситуация была бы совершенно другая. А в случае заражения, как привитый человек перенесет инфекцию? Такое же тоже возможно? Да, эффективность вакцины, она не стопроцентная. Ни одна вакцина не обеспечит стопроцентную защиту. И в случае с вакциной «Спутник В» мы говорим о том, что эффективность составляет порядка 95%. Но даже если человек заболеет, то заболевание будет протекать в более легкой форме. Вероятность осложнений в виде тяжелого поражения легких будет крайне мала. А вот, допустим, смотрите, вводится она дважды. Есть вот этот период, 21 день между первой и второй прививкой. И, соответственно, учитывая, что иммунитет формируется к 42 дню, то есть это еще 21 день после второй прививки, в этот период есть вероятность заболеть? Безусловно, вероятность заболеть есть. Поэтому необходимо соблюдать все меры неспецифической профилактики. Это маска, это социальное дистанцирование, гигиена рук. И по возможности, конечно, избегать контактов в период вакцинации до ее завершения с людьми, у которых имеются признаки инфекционного заболевания, любого. То есть нужно максимально беречься для того, чтобы помочь организму успеть выработать иммунитет. И даже после вакцинации никто не отменяет ношение масок. Только комплекс мер, вакцинация в совокупности с неспецифическими мерами, позволяет обеспечить наиболее высокий уровень защиты. Программа «Тема дня» продолжается. К сожалению, Александр Сергеевич у нас покинул по долгу службы. Но мы продолжаем наш разговор по поводу вакцинации в Тверской области. Хочется, Максим Александрович, спросить. Тоже такой вопрос, который подробностей. Кому точно нужно прививаться? Точно какие-то хронические заболевания? Ну, как уже сказал Александр Сергеевич, есть группы риска, которые выделены. Все это прописано в рекомендациях Минздрава Российской Федерации. Конечно, это должны прививаться люди, которые чаще всего в контакте могут по долгу службы заразиться. Это врачи. Особенно хотел бы отметить учителей. Потому что мы наблюдали особенно с 1 сентября вспышки в школах. И понимаем, что некоторые школы перешли на дистанционное обучение из-за этого. Потому что сам лично с этим столкнулся. И, конечно, пациенты с хроническими заболеваниями. Пациенты с эндокринными заболеваниями, такие-то, как сахарный диабет. Пациенты с заболеваниями легочной системы. Это бронхиальная астма. Хроническая обструктивная болезнь легких. И пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ишемической болезни в сердце, нарушениями ритма и проводимости, гипертонической болезни. Особенно определенная группа риска по тяжелому течению и, может быть, вероятно, неблагоприятному исходу. Это пациенты с выраженным ожирением. Особенно такая проблема категория пациентов в интенсивной терапии. Этим, эта группа пациентов, я максимально рекомендую привиться. А возраст 60 плюс, это все-таки противопоказания или показания прививки? Это тоже вопрос? Вопрос очень сложный. Сейчас возрастные ограничения сняты. И своих родителей и близких вакцинировал. Поэтому, мне кажется, уже тут вопрос вакцинироваться, не вакцинироваться. Друзья спрашивают, надо вакцинироваться или не надо вакцинироваться. Я говорю, я первый, кто привился. Какие вам еще нужны от меня ответы? Я вакцинировался и вам рекомендую. Аркадий Борисович, бытует мнение, что привитый человек заразен в какой-то прививке. Это все-таки миф? Если привитый человек, обследованный перед прививкой, у которого не было выявлено признаков заболевания, он не является заразным. Почему? Потому что векторная вакцина содержит в своем составе часть аденовируса, на которого насадили S-белок шипа коронавируса. Эта вакцина не способна вызвать заболевания, она просто-напросто стимулирует иммунный организм. Первая часть вакцины, которая вводится, она как бы тренирует иммунитет. И вторая вакцина через 21 день, она уже мощнейшим образом как бы дает толчок к стимуляции всего иммунитета, и клеточного, и гуморального иммунитета. В этот период после вакцинации человек не заразен. Это не заболевание, это стимуляция иммунитета. То есть это все, по сути, свои мифы? Это миф, да. А еще после перенесения коронавирусной инфекции существует такое явление, когда человек, даже уже выздоровев, не чувствует запаха, вкусов. Что это за явление, Максим Александрович, расскажите? Это не только явление, это насмея, отсутствие запаха. И оно зачастую появляется. Один из первых симптомов пациентов заболевания, пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы очень удивлялись. Мы увидели пациентов в очереди к отоларингологам, к лор-врачам, когда пациенты резко перестали чувствовать запах. Я сразу не чувствую запах, пойду либо к неврологу, либо к лор-врачу. И если у вас появились эти симптомы, это, конечно, один из первых симптомов, что у вас скоют 19. Это очень интересный такой симптомокомплекс. Он связан с поражением не слизистой верхних дыхательных путей, а именно поражением нейронов и поражением нервной системы. Потому что мы знаем, что одно из осложнений новой коронавирусной инфекции – это различные мейнгенцефалиты. Мы сейчас начали проводить магнитно-резонансную томографию пациентов, особенно тяжелых пациентов, и видим, что у многих на МРТ и по данным компьютерной томографии видим эти поражения. Поэтому это очень интересный симптомокомплекс, но зачастую он протекает бесследно, и какие-то нарушения когнитивных функций, высших нервной деятельности мы много не наблюдаем. И зачастую в течение месяца это у большинства пациентов возвращается к норме. То есть это не требует никакого лечения? Нет, специфической терапии никакой не требуется. Ну, даже такое встречается у людей, которые в легкой форме перенесли? Да, да. Это не коррелирует никак не с тяжестью, это просто один из симптомов, так как я говорил, что вирус вызывает мультиорганное поражение, в том числе и поражение центральной нервной системы и периферической нервной системы. Но вот эти нюансы требуют еще дальнейшего изучения. Аркадий Борисович, в качестве побочного эффекта может ли потеря запаха быть привитого человека, который вот там привился, да, может ли запах пропасть? В качестве побочного эффекта? Ну, на настоящий момент таких данных не существует. Но если рассматривать структуру вакцины, то это не коронавирус сам, да, вакцина. Это всего лишь навсего субъединиться белка. И, соответственно, по моему мнению, нарушений запаха, восприятия запаха вкуса быть не должно. А если, допустим, тоже вот такой случай был, да, с нашим коллегой, правда, московским, что он привился, и у него в течение какого-то времени он решил ради интереса сдать тест на антитела, и у него антитела эти шкалили, то есть там превышало в десятки раз. С чем это может быть связано? Во-первых, какие антитела? Потому что есть иммуноглобулин М, острофазовый, да, и иммуноглобулин G, которые после принесенного заболевания формируются через определенное время. Какие именно белки, вот, интересует? Если это М, то, соответственно, человек был недавно в контакте, человек заболел, активно болеет, вот, и на данный момент его прививать не нужно было. И второй момент, если это человек переболел уже давно, сформировавшийся иммуноглобулин G, плюс еще введение вакцины, это еще больше стимуляция иммуного ответа. С этим может быть связано. Да, поэтому вот обязательно консультация врача перед вакцинацией, это должно быть обязательно, потому что вероятность того, что вы вакцинируетесь, а в этот момент вы просто в инкубационном периоде находитесь и заболеете. То есть вы заболеваете не от того, что там вакцинировались, а от того, что вы можете быть в инкубационном периоде. Вот это такая вилка, которая, как бы, ну, вводит в недоразумение многих людей. Но при этом, если, допустим, человек в такой период прививается, это же тоже непредсказуемо. Ну, это, по крайней мере, не усугубляет течение болезни, потому что многие боялись в самом начале, когда вакцина появилась, что особенно когда человек заболел и вакцинировался, это усугубит течение, так называемого, ну, от иммунного ответа и приведет к усилению цитокинового шторма, как крайнее осложнение новой коронавирусной инфекции. Нет, этих явлений мы не наблюдаем. И, как бы, литературу отслеживаем очень плотно. Ни в литературе не описано, ни вот на опыте наших коллег об этом не сообщается. Максим Александрович, а были ли случаи, да, что пациенты заболевали дважды коронавирусной инфекцией? Да, мы видим все больше и больше этих пациентов, и на своем опыте, и близких друзей. У меня недавно мой хороший знакомый погиб как раз от осложнений, и он повторно переболел. Первый раз это врач из Москвы, он первый раз заболел в марте месяц, второй раз в октябре-ноябре, и, к сожалению, пару дней назад он погиб. Случаи есть, и заболевания, к сожалению, становятся все больше и больше. А с чем, как правило, такое явление связано? Да, что человек заболевает дважды. К сожалению, здесь вообще в течение новой коронавирусной инфекции у нас есть еще много неизвестных вещей. Это вопрос, ну, как я уже говорил, должны ответить фундаментальная медицина. Через какое-то время, когда проведутся какие-то накопятся данные, мы получим данные генной инженерии, ну, не генной инженерии, а генетики, когда нам скажут, у кого есть какие-то там субъединицы, больше рецепторов, меньше, какие-то фенотипы мы выделим людей. Но это, ну, эти данные получим, наверное, только в следующем году. А еще тоже такое часто встречается, да, что люди нам же рассказывают, да, что вот я контактировал с зараженным, но при этом я не заболел. Ну, таких случаев тоже много, что бывает семья, там, жена болеет, муж не болеет, либо муж болеет, супруга не болеет. Точнее, немного, но эти случаи встречаются. Ну, этот вопрос тоже у нас такой очень интересный, мы до конца ответа тоже нет, потому что здесь это вопрос какой-то вот этой тонкой геномики и наличия каких-то рецепторов в организме. Об этом, я думаю, будет известно попозже. Ведь вирус, проникающий с АС-2 рецепторы, я думаю, через какое-то время мы найдем там субпопуляции их какие-нибудь там, альфа, бета, гамма-единицы, но это требует каких-то фундаментальных исследований еще. И еще тоже вопрос. Количество антител зависит от формы заболевания, да? Если, допустим, человек болеет в легкой форме, у него меньше, или когда он болеет в тяжелой форме, их больше? Ну, конечно, если человек тяжело переболел, у него иммунный ответ будет гораздо более выраженный. Но эта тема тоже очень интересная. Чем тяжелее перенес пациент, тем больше будет выраженнее напряжение иммунитет. Ну, у нас остается совсем немного времени. Хотелось бы спросить, да, что бы вы порекомендовали тем, кто не имеет возможности привиться, да, имеет противопоказания и так далее? Как им себя защищать? Думаю, стоит напомнить. Ну, об этом не только стоит напоминать, об этом надо говорить, говорить, говорить и поговорить постоянно. Несмотря на то, что мы уже тут встречаемся не первый раз, это повторяем. Пожалуйста, соблюдайте меры социального дистанцирования, берегите себя, обязательное ношение масок, и, пожалуйста, носите маски не на носу, хоть я понимаю, что я говорю, как это в трубу, а ношение масок должно быть полноценно, не на бороде, не на голове, обязательно гигиена рук и избегание массовых скоплений людей. Только так, и также вакцинация, только этим способом мы можем остановить эту пандемию, с которыми мы столкнулись, и, к сожалению, она унесла столько жизни. Как Александр Сергеевич сказал, да, что тем, кто привился, тоже необходимо соблюдать меры защиты. С чем это, в принципе, тоже может быть связано? Ну, во-первых, в любом случае, после прививки идет формирование иммунитета. Человек открыт и восприимчив ко всему, что происходит вокруг. Поэтому ношение маски, социальное дистанцирование, гигиена рук, санитайзеры, все это должно присутствовать. То есть вакцина – это не стопроцентное избавление от возможности заболеть новой коронавирусной инфекцией. Мы еще мало знаем о коронавирусной инфекции, и поэтому все хитрости, которые может преподнести нам эта инфекция, мы пока до конца не знаем. По истечению какого-то времени будет понятно, что на что реагирует, как себя вести и так далее. А так, прежде всего, конечно же, это меры защиты должны быть и присутствия всегда. Хочется еще поговорить о том, да, что нельзя, да, перед прививкой, после прививки. У нас грядут крещенские купания, по всему прочему. Переохлаждение может быть противопоказано. Ну, в любом случае, то, что есть в рекомендациях перед вакцинацией, да, это избегание контакта с инфекционными больными, это употребление алкогольных напитков, потому что это белковая нагрузка, и, соответственно, иммунитет стимулируется в меньшей степени после вакцинации. Хронические заболевания в стадии обострения – это вот основные будут противопоказания к вакцинации. Если говорить о том, что делать, да, то, соответственно, вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это основа для формирования полноценного иммунитета в здоровом организме. А вот, допустим, переохлаждение, Максим Александрович, как Вы считаете, нежелательно? В период, даже после прививки? Ну, понятно, что любое переохлаждение, особенно неподготовленного организма, это стресс, а любая стрессовая нагрузка, она может привести к нарушению и снижению иммунитета. Поэтому, если Вы закаляетесь регулярно, и это такие рутинные мероприятия, каждый день все это делать, это хорошо, когда переохлаждение, ну, как закалка, когда Вы никогда этим не занимались, если в минус 20 будете нырять в прорубь, это может сыграть не на Вашу пользу. Что ж, программа подошла к концу. Напомню, что темой для обсуждения сегодня была вакцинация в Тверской области против коронавирусной инфекции. Началась она в декабре. Сейчас найдет полным ходом. Вакцинируются не только медики, педагоги и социальные работники, но и все остальные слои населения. Наши гости сегодня в студии были это главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Сергеевич Роздорский, руководитель службы анестезиологии и реанимации областной клинической больницы Максим Александрович Петрушин и главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Тверской области Аркадий Борисович Лебедев. Меня зовут Валерия Королева. До встречи.